Я Южина Елена Александровна, являюсь сотрудником областной научно-универсальной библиотеки имени Толстого, город Костанай. И я хочу сейчас прочитать одно из слов назидания Абая. Самый жалкий человек – это человек без стремлений. Но стремления бывают разные. Да и люди не похожи друг на друга, по-разному идут к цели. Надо сказать, что само по себе это свойство воспитывает постоянство и обогащает ум. Независимо от того, имеет ли человек какое-то стремление или нет, он радуется, когда его кто-то хвалит. Душа ему тянется к этому человеку, и зачастую он даже не думает о том, заслуженная ли это похвала или незаслуженная. Человек обычно делится мыслями с близкими себе людьми. И когда ждет одобрения своего поступка или признания заслуг, то ждет это именно от них. Похвалы людей иной среды он не жаждет так сильно. Странно идет человек к славе. Большинство людей стремится к благополучию. И это понятно. Досадно, когда видишь людей, орнущихся к власти или богатству. Для таких, как говорится, в достижении своей цели все средства хороши. Жадностью и хитростью накапливают они богатство. Ибо знают, народ не осудит толстосума. Превратись он хоть в собаку. Разве не народ сложил такие пословицы? Кто богат, тот и прав. Или у богатого лик светел, темен он лишь у нищего. И вот люди считают, что только богатство приносит почет и славу. И они правы, если смотреть на мир глазами степного народа. Но с общечеловеческой точки зрения это, конечно, глупо и неверно. И точно так же, как жажут богатства и похвал, люди хотят прослыть храбрецами, знатоками, ловкачами, хитрецами, святыми людьми, хаджи и мулами. При этом каждый мир мнит себя самым необходимым для народа человека. Они делают свой выбор, прощупав пульс казаха и определив, какой из перечисленных достоинств сейчас больше в цене и принесет им выгоду. Это не тот выбор, о необходимости которого для народа узнают по книгам. Люди, интересующиеся книгами, знают, что сперва надо позаботиться о душевной чистоте, а потом уже посвятить себя служению Аллаху и народу. Разве думают сейчас казахи о чистоте души? Наоборот, для того, чтобы достичь какой-то большой цели, считают они, надо стараться быть нечувствительным, грубым. Разве не видно теперь, чему учились казахи и что составляет их стремление?